МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Цифры». Как сообщила исполнительный директор Самарин Тур Вера Бостракова, по итогам продаж турпутёвок этим летом 75% от всех поездок – это путешествия внутри России. Интерес россиян к внутреннему туризму государство постаралось подогреть бюджетными вливаниями в развитии отечественных курортов. С 2011 по 2015 годы в рамках Федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на создание 36 туристических кластеров было выделено более 14 миллиардов рублей. Распоряжается этими деньгами АО «ОС». Планировалось, что к концу 2014 года заработают 10 кластеров. Однако на начало 2015 года не закончено комплексное создание ни одного из них, а сроки перенесены на 2016-2017 годы. При этом на счетах субъектов осталось более 2 миллиардов рублей субсидий 2014 года. За 9 месяцев 2015-го кассовое исполнение субсидий регионами составило менее третий. В проверке счетной палаты выявили ряд системных нарушений, в том числе отсутствие правоустанавливающих документов на часть земельных участков под возводимыми объектами, необоснованное увеличение стоимости строительства и невыполнение инвесторами обязательств по финансированию объектов. Например, при создании кластера «Золотое кольцо» в Ярославской области за период 2013-2014 годов эти обязательства были выполнены инвесторам только на 3% от предусмотренных соглашением средств. Из 13 объектов, которые должны были быть завершены до 2014 года, работы велись только на 6. Строительство ряда объектов кластера в Рязанской области с 2013 года не велось в течение полутора лет, а ряд объектов строился без соответствующего разрешения и с нарушением технической документации. При создании объектов курорта «Елец» в Липецкой области построена сеть водоснабжения и транспортной инфраструктуры за счет бюджета на сумму около 84 миллионов рублей на участке, где по генеральному плану города Ельца планировалось строительство обычного жилья. Классическое нецелевое использование. Не так давно состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями Общероссийского народного фронта, в ходе которой возникло подозрение, что ООО «ОС» не занимается строительством курортов, деньги, от которого уже реализовали, а просто используют бюджетные деньги, пропуская их через банки и получая ежегодно некий процент по вкладам в 5 миллиардов рублей. Российский лидер пообещал разобраться с теми, кто тормозит развитие внутреннего туризма в стране. А пока президент разбирается, похоже, патриотический задор, с которым туристы обратили взор на отечественные курорты, несколько поугас. Хотя появились и несомненные туристические бренды, как горнолыжные курорты Красная Поляна в Сочи или Хвалынск. Даже наш фестиваль «Жигулевская вишня» все больше привлекает туристов. Жаль, что каждый раз подводит логистика. Теплоходов категорически не хватает. Вот если бы некоторые чиновники не тырили миллиарды, опустили их в развитие хотя бы нашего Ширяева, может, и впрямь тогда было бы, как в песне «Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна». Это была программа «Цифры». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова